Думать, думать, думать и реализовывать. Прежде чем это вы увидите, как это делается легко, надо именно работать. Вы этого не видели, а я видел. Чтобы заставить обыкновенные машины ездить боком, блокируется дифференциал, а иначе тут никак. Тут либо космос в силах, либо блокировка, и тогда с 75 кобыл вращают целиком блокированный мост. Так же все как и ездит, боком. Если не блокировать мост, то нередущее колесо просто встанет. И вот он дрифт. Там блокируются мосты, и вы в офиге. Но где они мозги? Вот они где, на шоу каскадеров. Это только часть, но в конце, в конце последнего сюжета о деятельности каскадеров из Краснодара, так это лучшая часть того, что было с нами. Конечно, облагораживать войну дело гадское. Но как к нам относились и что мы сделали, об этом помнить надо. У меня прадеб прогиб в 1941. Деда ушибла война в 1943. Двоюродные деды воевали. Есть за что ненавидеть войну. Но она была. А здесь каскадеры, используя холостые патроны, вам показывают должное поражение фрицев. Вы к нам приперлись и поучили. И вообще, зачем лезть к стране, в которой с большим уважением мы относимся к семье и детям? Там-то интереснее. Бабла обваливается не по-детски. Тут одного бы вырасти. Если он один, то каково его воспитание? Мы в лоб расшибемся, чтобы у него было все лучше, чем у нас. А если уж что-то случится, то лучше этого не допускать. Это я про нормальных людей то говорю. Но в семье не без урода. И самый писк, наконец. Тут мои мозги бессильны. Тут реальный гений инжиниринга. Как облегчить, как поднять, как это сделают, так, чтобы гидравлика работала. Вот как, вот так делают с трансформеры. Честно, одна такая модель стоит раз в пять, а то и более. Дороже, чем стандартные машины. Я имею в виду как пять тех самых машин, из которых она собирается. Поэтому приходится и видеть, и удивляться. Но и еще понятно, что ВАЗ, как Бамблби, раскручивается. Но как из грузовика выезжает Оптимус Прайм? Причем с управлением в кабине это реальное чудо. К несчастью чудес в России мало. К несчастью, до Америки мы доберемся, когда наши дети станут стариками. А было бы проще, когда средний уровень дохода позволял бы нам месяцок прокатиться, чтобы понять, что срать на дороге не нужно. Чтобы увидеть, как там живут. Но почему у нас с визами конченый головняк? Я не выезжаю. Нам бы надо прокатиться и сделать лучшее. И вот тогда бы не дети наши на старости, а мы бы смогли это видеть. Для продвижения нам необходим опыт. А какой он в России? Никакой. Первый Диснейленд в Америке открылся в 1955 году. Мы говорим, а? В 1884 году. Это не 20-й век, а 19-й. В Америке были сделаны первые американские корки. Конечно, нам в ламы разрушать, но в Америке автомобили никогда не были роскошью. Американцы на пенсии покупают машины недорогие. Вот 500 долларов. Там есть все. Поэтому разрушение с усилением конструкции для таких машин – это удовольствие. Что у нас? Сидим, ждем каскадеров. Да зашибись просто. Я не буду внедряться про растаможку. Но зная о том, что мы типа богаты на бензин, нас в силах ограничивать. Это для чего? Поэтому только каскадеры. И поэтому результат. Не машины со свалки, а покупные. Ими же машины, которые разваливаются, ими же купленными в Америке монстр-траками. Одно колесо которого стоит, как сам автомобиль. Поэтому в цену каждого внедряются цены на расколбас. Но смотрится изумительно. Как монстр-трак переезжает. Конечно, ушатанный, но не менее достойный авто – ВАЗ. К слову, здесь не только ВАЗ, но и газ ушатывается и расколбашивается. Поэтому, как только приедет в следующий раз шоу каскадерам, мой вам совет. Придите и убедитесь – это того стоит. Только для вас, вот и все передачи.